Добрались бы на нового отеля, он находится на Короне, не первая линия, но ходит трансфер на пляж, это плюсы, несколько раз в день вас отвезут на пляж, пешком тоже можно дойти, но очень неудобно, потому что тротуаров нет, это вам не центр Корона, то есть отель по сути находится на трассе. И еще второй момент, когда заходишь, такой знаете затхлый запах, как будто он был или стоял долго заброшенным, это мне конечно очень не понравилось и в комнате это продолжилось. И мы на самом деле уже выезжаем, видите утречка, торопимся на тренировку, слава богу, что выезжаем, потому что отель мне не понравился, но вы все равно смотрите, составляете свое мнение, но я считаю, что нет, отель, у него вот такое красивое название, здесь очень много молодежи, меня это очень удивило, но отель так себе. Номер у нас был на четвертом этаже, и вот в эту сторону вид, смотрите, ну в эту сторону номеров нет, но вид на заправочку есть, конечно, довольно красиво, а вот я о чем хотела сказать, где находится отель, то есть он находится на трассе прямо. Так, и номер у нас был 1403, снимаю, конечно же, он после того, как мы уже здесь пожили, то есть не такой красивый и ухоженный, как когда заселяешься, но нам это не помешает, зато мы здесь уже пожили, такой у меня ведь быстренький обзорчик, потому что я здесь все время проболела, так, ну дурианы нельзя, но я ела, если честно. Так, и что у нас здесь, все новенькое, но опять же, когда заходишь, здесь очень затхлый запах, безумно влажно, ну кто скажет, что везде в Таиланде влажно, это же наш не первый отель, а где-то, наверное, 50, там, не знаю, 6, и здесь безумно влажно, и воняет этой влажностью, и воняет плесенью, соответственно, но при этом здесь довольно чисто, сантехника новая, вот если так объективно, то все чисто, хорошо, и номер хороший, но заходишь, ну просто невероятно влажно, и вот эта вот вонь, то ли канализационная, то ли вот в перемешку с... Короче, здесь неприятный запах, затхлый, как в подвале. А, вот у нас второй момент, видите, заходит, что разу 29 градусов, каждый раз мы убавляем, может быть, из-за этого здесь по стенам вечно приходишь и течет вода, из-за этого, наверное, вот такая история. Ну, кровать большая, в принципе, номер довольно свеженький, особенно для Таиланда, очень просторный, в принципе, к номерам проблем нет, ну, естественно, мы уже поспали, пожили, это уже номер после выезда. И что у нас на улице? Здесь есть вот такая тахта, но мы никогда здесь не сидели, потому что, ну, вид так себе, скажем, конечно, зеленушечка есть. А, вот как раз, смотрите, вот сколько идти до пляжа, вы видите, то здание, и еще немножко за ним, там находится пляж. Ну, то есть, довольно долго идти, то есть, вы заворачиваете, ну, минут, наверное, 20 пешком идти, поэтому пользуйтесь трансфером, и будет вам счастье. Ну, в общем-то, вот такой отель, а сейчас пойдем на этот, как он там называется, на завтрак, покажу вам завтрак. Он, кстати, здесь очень неплохой. Уйти на завтрак, заснимем лобби, вот, ну, вот так все выглядит, то есть, а все свеженько, новенько, но вот этот запах затклости меня прям здесь все время преследовал. И для меня это был, конечно, огромный минус. Я еще болела, вот, знаете, да, еще когда болеешь, в Таиланде, конечно, а, у меня, знаете, что было? Лихорадка ДНГ. Это, конечно, знатная фигня. Очень тяжело я перенесла, до сих пор восстанавливаюсь еще со слабостью. Ну, в общем-то, все очень красиво сделано, и построен он был красиво. Но вот я иду, и здесь очень грязный пол. Короче, здесь грязно, не очень ухожено. Ну, видите, библиотека какая-никакая есть, посидеть там в интернете, в принципе, нормально. Но, я думаю, все, кто выбирают такой отель и корон, конечно, ради пляжа ездить на экскурсии. Поэтому отель вот так очень хорошо подойдет тем, кто приехал вот чисто на пляжик и по экскурсиям поездить. Это, конечно же, не каулак, это не ресортный отель. У него нет территории, то есть вся территория, она, в принципе, сосредоточена в здании. Очень маленькая парковка, что для нас было минусом. Ну, а теперь мы идем на завтрак, и как раз там находится единственный бассейн, который здесь есть. Он довольно маленький, хотя на фотках было все... Короче, фотки были намного круче. А мы его выбирали на трассе, ехали с Краби, и, ну, такой у нас был выбор очень спонтанный. Ну, в общем-то, вот выглядит, знаете, все красиво. Но я здесь ни разу, если честно, не искупалась. Бассейн довольно маленький, я считаю. Ну, а мы идем на завтрак. Ну, и вроде бы с завтраком порядок. Есть даже кофе, соки из Петропака, вода. Салат-бар очень даже неплохой. То есть, очень такой тайский стандартный завтрак с овощами, фруктами пропищерскими. Каждый раз они меняются разные. Снэйки для детей. Маслица. Можно выбрать себе любой омлет. Даже есть Бенедит, смотрите. И по горячему, смотрите, здесь есть сосисочки, ветчина. Ну, каждый раз меняется, кстати. Была картошка даже до этого. Сегодня, если честно, не очень мне нравится завтрак. Ну, естественно, рис, супчик и кашка по-тайски. Это такая каша с мясом. В общем-то, голодными не останетесь. Ну, и хорошо, что разнообразно. Каждый день меняется. Сегодня, вот, видите, решила заснять и не очень. А до этого, в принципе, был неплохой выбор. Каждый раз блюда разные были. С выпечкой тоже проблем нет. А для Таиланда это ого-го. Ну, в общем-то, завтрак вполне себе. Ну, и интерьер тоже приятный, в принципе. Очень вот я поняла, почему молодежь выбирает. Потому что, я сказала молодежь. Видимо, я старею уже. Ну, в общем, молодежь выбирает. Потому что вот такой современный интерьер. Ох, начинается лето, сезон. И наши отели все классом ниже и ниже. Заезжаем на Равайи в отельчик с новым вроде бы интерьерчиком. И больше смахивающим на кондо. Не знаю, есть у них на пляж или нет. Ну, не верьте, что здесь на пляж. Пляж не купабельный, естественно. Вот, чтобы поехать на другой пляж. Я вот смотрела, здесь кто-то искал такси. Но мы сейчас узнаем. Может быть, все-таки есть какой-то трансфер.